МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТЕЛЕКОМПАНИЯ ВИД ПРЕДСТАВЛЯЕТ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире программа «Жди меня». Мы считаем, что поиски правды так же важны, как и поиски людей. Поэтому просим наших гостей быть с нами предельно откровенными. Ну а мы постараемся понять и по возможности помочь каждому, кто к нам обратился. Итак, мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Многие люди, попадающие в место лишения свободы, помимо тюремного срока, получают еще одно тяжелое наказание. Лишаются возможности, воспитывают своих детей. А для детей это, разумеется, страшное горе. Они становятся сиротами при живых родителях. К сожалению, многие из тех, чьи родители оказались в тюрьме, так больше никогда их и не видели. Так случилось и с Лидией Виноградовой из Латоуста. Лидия, проходите, пожалуйста, к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. И саживайтесь. Ищу я свою маму Виноградову Ларису Сергеевну. Потерялись мы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давно. Виделись в последний раз мы примерно где-то в 96-м году. А связь я с ней потеряла, когда мне было 12 лет. Больше мы, в принципе, не виделись. Тяжело с твоей дочерью. Расскажите поподробнее. Вы не виделись и ни писем, ни телефонных звонков, ничего? Письма были. То есть именно встреча наша была последний раз где-то примерно в 96-м году. То есть тогда мне было лет 8-7. По какой причине вы потерялись? Вообще с бабушкой я проживала где-то с 3-х лет. Мама постоянно то приходила, то уходила. То есть, ну, какими-то такими наплывами. Почему она вас не воспитывала? Я не могу ответить на этот вопрос. А бабушка что-то рассказывала? Да, конечно, рассказывала, что мама там и работает, и... В общем, не может как бы присутствовать. И потом мы переехали в другой город с бабушкой. То есть с мамой связь наладилась, она начала мне письма писать. А что мама писала? Ну, о том, что скоро придет, все будет хорошо, что мы будем всегда вместе. Ну, 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 что еще может взрослый человек сказать своему ребенку? Просто подавала мне надежды. После получения ее писем, уже будучи в 12-летнем возрасте, у меня происходили эмоциональные вспышки. Я сбегать начала из дома. Почему у вас это так выбивало из равновесия? Ну, мне хотелось родное плечо рядом, поддержку. Ну, как мама вот с ребенком, вот это теплоты, не хватало ласки. Ей, конечно, вот эти все обещания, что будет все хорошо, они... Я стала воровать, хулиганить. Ну, то есть была очень тяжелым подростком, с какими-то своими моментами в жизни, связанными вот с родителями именно. То есть вот эти вот письма, они меня выводили из равновесия конкретно. Я переставала слушаться, мне хотелось куда-то уйти, спрятаться. Ну, это понятно, когда дети так себя ведут, это явный результат нехватки тепла родительского и какой-то заботы. Ну, да, 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 простите, продолжайте. После этого бабушка меня грозилась все сдать в детский дом за мое поведение. Ну, я ей не верила, конечно. Мне казалось, что она меня так любит, все хорошо. После этого эти угрозы перешли в действие. То есть бабушка отдала вас в детский дом? Да. Она все-таки отдала. Сколько вам было лет? На тот момент 11 лет. 11 лет? Да. Там я еще получала письма от мамы, но я узнала, что мама находится в местах лишения свободы. Мама сама об этом вам сообщила? Нет, мне сообщила об этом бабушка. Бабушка? Да. Ну, то есть мы связь с бабушкой поддерживали, она приезжала ко мне в детский дом, там поддерживала все равно. Вы не просились обратно домой? Нет. Нет? Нет. Сами не хотели? Ну, я посчитала, что... Ну, это некое предательство, наверное. Потом стала так же сбегать с детского дома после этих писем. И решили вопрос поставить ребром и изменить эту ситуацию, чтобы я эти письма перестала получать, так как они плохо влияли на меня. Но в голове своей я всегда надеялась, и мне хотелось понять, почему так произошло с мамой, что случилось. Будучи уже взрослой, я с бабушкой поддерживаю до сих пор общение, но мы в не совсем стабильных отношениях с ней. То есть сейчас она лежачий человек, практически инвалид. Я ей просто помогаю. Ну, мама сделала все, чтобы от нее отвернулись все. Наверное, мне так кажется. Она сама вот к этому всему привела. Бабушка знает, что вы ищете маму? Я говорила о том, что я буду искать ее всегда. Но именно что в данный момент я ее ищу, она об этом не знает. Ну, потому что для нее дочь поступила неправильно. Вы думаете, она была бы против? А что она такое сделала? Я не могу ответить вам на этот вопрос. Эта тема как-то... Вы не знаете или просто не хотите? Я не знаю. Эта тема всегда закрыта. Бабушка просто говорит, я не хочу ни слышать, ни знать, ни видеть, ничего не хочу. Бабушка сразу обрывала разговор, да? Ну, да. Я не понимаю, на каком фоне распалась семья там, потому что, ну, и папа, и мама были. Хорошо стояли все на ногах. У всех там по три высших образования, работа стабильная, хорошая. То есть мы не какие-то были там, ну, с тяжелой судьбой, да, люди. И вдруг вот что-то пошло не так. Что-то случилось. И что я хочу понять до сих пор, что произошло, почему так произошло, почему я более 20 лет не видела свою маму. Ну, если бабушка так непреклонна, вы не боитесь что-то узнать о маме такое, что вас может еще больше ранить и шокировать? Сейчас я уже ничего не боюсь. Я уже взрослый человек, я уже состоялась. Мне хочется понять. Понять просто, что же не так. Собрать свою семью. Так у меня есть тоже свои дети. И я не знаю, что должно произойти такого, чтобы мои дети были где-то поодаль от меня. У нас есть информация, связанная с арестом вашей мамы. 17 августа 2000 года в 13.00 в П-Клубный, по всей видимости, это Клубный переулок в Нижневартовске, рядом с водонапорной башней был обнаружен труп. Далее указываются его фамилии и инициалы. С проникающими ножевыми ранениями. Ранее значился как без вести отсутствующий. Задержана в изолятор временного содержания Виноградова Лариса Сергеевна. Так зовут маму? Вот такая история. У меня шок. Все еще хотите найти ее? Конечно. Это же не препятствие. Тогда посмотрим сюжет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Попала в детский дом-интернат. Потом на заводе работала. С будущим мужем познакомилась. Приехали в Челябинск. Ну, я работала в парикмахерской. Маникюрным мастером. Родила там дочь. Дочке было год и восемь. Мы с ним разошлись. Почему? Он начал увлекаться наркотиками. И все, мы остались вдвоем с ней. Но потом появился в городе человек, который просто мне не давал прохода. Как зовут даже, я не знаю. Не то Саша, не то Сережа. Но он ухаживал за вами? Ну, он вроде бы как ей цветы дарить. Но в итоге получал отказ. И напрямую мне сказал, все равно будешь моей. И тогда я дочь от себя. Ну, как бы... Вот. И получилось так... Что? Вы отдали ее? Нет, я ее не отдавала. Она была с моей мамой. Которая не хотела меня видеть. И так далее, и тому подобное. И не спрещала... Ну, вообще, как бы... Видеться. Вот дело в том, что... В итоге... Он просто со скандалом чуть ли не выбил дверь у меня, где я жила. Схватил нож и пошел на меня. А человек, услышавший этот скандал, хозяин комнаты, где я снимала, встал между нами. Успокойся. Вот это он ему кричал постоянно. Успокойся. И в этот момент я у него выбила нож. Нож отлетает в мою сторону. Как он у меня очутился, я не знаю. И когда я посмотрела на лицо этого не то Саши, не то Сережи, он просто с ухмылкой, ухмыляясь, просто толкает этого человека на меня. Я этого человека не убивала. Тот человек толкнул этого человека на меня. Я не помню, может, в эффекте в каком было или что, но нож был у меня в руках уже. Я не знаю, как он у меня очутился. Может, я его подняла. Ну, не знаю. Я закричала, во-первых. Потом села бы так. Я говорю, ну, что же делать? Я говорю, надо скорую. Он такой говорит, ничего не надо, я сейчас сам все сделаю. Все. Он его унес куда-то. Я даже не знаю. А потом мне приехали, забрали, все. Мне там так сказали. Говорит, а он сам пришел, говорит, на тебя написал заявление, что это ты. И потом сказали, это ты, типа, он сказал, что это ты его несла. А чего себе? Да я поднять бы не смогла вообще. Тем более, Бо, Блад. Ну, что было потом? Тюрьма, расследование отправили туда, на зону. А что с дочкой было? Переписывали с ней. Потом мне пришло письмо, что ее больше нет. Ее похоронили. И все. Клянусь у меня тогда, у меня земля из-под ног ушла. Для меня просто перестал мир существовать. Но вы поверили этому письму? Проверить пытались? Пыталась и искала. И все. Это как-то все это безответно было. Она вас видит. Вы можете ей сказать несколько слов. Лидусечка, крохочка, моя девочка, я очень хочу тебя увидеть. Моя ты хорошая. Очень-очень хочу тебя прижать и обнять тебя к себе. Ой, девочка. Моя, побольше извините. Доченька, я тебя очень люблю. И очень хочу, чтобы мы были вместе. Может, я тебе что-то не додала. Прости меня, девочка моя. Прости тебя, правда, не могу больше. Прости меня, я тебя люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Лид, вы как? Ну, я в шоке. Я прям с трудом тоже смотрела сюжет. Скажите, что в большей степени вас сейчас поразило? Да все. Абсолютно все. Такого я поворотного вообще не ожидала. Я надеюсь, что у нее все хорошо. Главное, что этот кошмар, в принципе, для нее закончился. Виновата она или нет. Не хотелось бы, чтобы вообще люди оказывались по ту сторону. Вы верите маме? Господи, девочка моя, я не могу еще понять. Но вы хотели бы ее увидеть? Конечно. Она здесь. Лариса Сергеевна, выходите к нам, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КРОШЕЧКА 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 АПЛОДИСМЕНТ surtout в backupNoirfです. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Душа, это ты. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Мне очень нравится. Я тоже знаю. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Сематрий, успокоился. Спасибо. Спасибо вам огромное. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА И сегодня у тебя есть трое внуков. Боже мой, я самая богатая бабушка в мире буду. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам за то, что вы не побоялись приехать. Спасибо вам за ваше мужество. Но не могу вас не спросить, что произошло между вами и вашей мамой? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Ну, по стечению обстоятельств так же попала когда-то в детский дом-интернат. Так же по ее инициативе росла там. Было сказано, я ненавижу тебя. Вам так мама сказала? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Ну, как объяснилось, что рождена не от любимого человека, и отношения всегда были натягнуты. Как бы оно бы ни было, я ей все равно благодарна и готова. Может быть, еще не поздно помириться? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Ну, я как бы с ней в ссоре-то и не была. Я душевно всегда тянулась. Но постоянно была преграда. Ну, может быть, вам тогда легче сделать этот первый шаг? Если вы захотите поехать к маме, мы вам поможем. Организуем вам поездку. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Поедете? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты точно готова? Да уже нечего бояться в жизни. Я надеюсь, что она принята. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы вас отпускаем. И, по-моему, за кулисами вас ждет один очень важный человек. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА У нашей следующей гости довольно необычная судьба. Она родилась в Туркменистане, жила в Польше и на Украине, закончила училище в Ярославле, а сейчас обосновалась в Москве. Да и заявка на поиск у нее тоже непростая. Но, как мне кажется, не безнадежная. Виктория, проходите к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Присаживайтесь, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Виктория, расскажите, чем вы занимаетесь? Работаю в Москве, в московском метрополитене. У вас есть дети? Да, двое, две девочки. Светлана 15 лет и Маргарита 9 лет. Замечательно. АПЛОДИСМЕНТЫ Расскажите, пожалуйста, кого вы ищете? Я ищу свою дочь, которую родила 20 лет назад. Так получилось, что я не смогла ее забрать из дома ребенка. Где оставила ее? Ну, не я оставляла, а моя мама. АПЛОДИСМЕНТЫ Раз вашу дочку отдала мама, ну, расскажите о вашей маме. Моя мама всю жизнь мечтала выйти замуж за военного. Тогда, в те годы, это считалось престижным. Вот. Родители мамы жили в Туркмении. И моего отца тоже послали служить в Туркмению. Там стояла часть... 60 километров от Афганистана тогда была война в Афгане. И мой отец был техником самолета. Направлял истребителя МиГ-23, которые летали на Афган. Вот. И мама познакомилась с моим папой. Папа старший лейтенант, офицер. Статный, красивый. Влюбилась. Поженились. Родилась я. Потом послали в Польшу служить, жили в Польше. Потом так получилось, что отец решил уволиться из армии. И, естественно, должен был покинуть западную страну, Польшу. На тот момент родители мамы купили дом ближе к Москве. Это 101-й километр Струнино, Владимирская область. И мы туда тоже к ним поехали. Отец устроился на завод. Мы сняли комнату в поселке, где был вот этот завод. И хозяйка, которая нам сдала комнату в доме, познакомила нас с семьей. Мы ходили вместе. Мама дружила, папа дружил. Отмечали праздники 8 марта, Новый год. Как раньше тогда было в конце 80-х годов. И постепенно вот эта подруга моей матери потихонечку увела моего отца. Ей было 45, моему отцу было 34. Он обманывал мою маму. Он говорил, что ходил играть с мужиками в карты. Ну, поселок маленький, все знали. Говорит, а ты что, не знаешь, что он встречается с Валей? Она не верила. Потом стала замечать, что то помазок мокрый, то зубная щетка мокрая. Она говорит, а ты что, к мужикам ходишь зубы чистить и бреешься? И вот в очередной раз опять так получилось. Она побежала к ней в квартиру и поймала там моего отца в шкафу. Побежала домой, напилась растворителя, порезала вены. Я тогда не знала. Меня соседки спрятали, но ее откачали. Подружки все ее как бы сказали, успокойся, все будет нормально, забей. И вообще, давай, приводи себя в порядок. Ей сделали прическу. Она стала ездить в Москву. Тогда все ездили за дефицитом. Колбаса, водка, одеколоны всякие, косметики все привозила в поселке, продавала соседкам. Потом мама сошлась с мужчиной, они стали жить. И решили уехать из этого поселка, чтобы поменять жизнь. Ну, нашли вот в Харьковской области дом и уехали туда. Устроилась она телятницей на ферму. Зарплату не давали. Или хочешь, бери мясо, масло, сахар, сапоги. Отчим тоже устроился там на этот асфальтный завод. Тоже давали 10 килограмм мяса за полгода. Голодовали. Мать уехала опять в Москву на заработки. И исчезла. Сначала присылала деньги в конвертах, доллары. Мы ходили, меняли. А потом перестала, все пропало, исчезло. И отчим говорит, собирай чемоданчик, езжай к отцу. Что ты здесь будешь делать со мной? Доехала кое-как до Харькова, подошла к поезду Москва-Адлер. Говорю, довезите меня, пожалуйста, до Москвы. Там грузины. Ну, залази на третью полку. На третью полку заложили меня этими матрасами. Доехала до Москвы. От Москвы еще на электричке. Мачеха открывает. Иди к тебе. Пришли. Отец открывает. Заходи. Я говорю, пап, так и так. Мать исчезла. Ничего не знаю. Устроили в школу. Она меня доводила. Она говорила мачеху, что если бы я была помоложе, я бы твоему отцу родила ребенка, он о тебе бы навсегда забыл. Меня это все раздражало. Я часто убегала. У меня три тетки в Москве живут. Я то к ним убегу, то еще куда-нибудь. Все время убегала. Потом обратно возвращалась. Куда деваться? Отец меня возвращал. Говорит, иди, доканчивай школу. Но я докончила все-таки девятый класс. На семейном совете спросили, кем хочешь быть. Хочу быть проводницей. Мачеха позвонила, узнала, что есть в Ярославле училище. Отправили меня туда, там общежитие. Все, я стала учиться. Училась хорошо. Потом мать объявилась. Приезжай ко мне в Москву. Я нашла здесь мужчину, живу с ним. Приезжай. Я приехала, стала работать на стройке. Познакомилась с литовцем. Мне было 19, ему 35. Похож на этого... Беленький, который, господи, забыл. Дитерболин. Дитерболин, да, на него похож. Все, влюбилась. Он мне пообещал... Ну, он как бы тоже сказал, что я тебя люблю, мы вместе будем жить, снимать квартиру, все такое. Ну, потом, когда узнал, что я беременна, сказал, что это не от меня. Он уезжал в Литву продлевать себе визу. Потом приехал обратно, сказал, что ты за это время где-то нагуляла. Вот. И перестал со мной встречаться. Все, прекратились отношения. Я родила 31 мая 2002 году в 37-м роддоме. Вроде 37-й, не помню. Измайловский парк, метро Измайловский парк. А как вы назвали? Оля. Оля. Когда маленькая была. Ля, ля. Я говорю, да, ты, конечно, ты Оля. Отчество я отдала не в честь этого литовца, его звали Дариус. В честь Владимира нашего Путина, Ольга Владимировна. Вот. Жила я на тот момент с подружкой, познакомилась. Там был дом, поселок Ашукин, Ашукинская станция. Ну, нормальный, хороший дом. Газ, вода, все, колодец рядом. Все, мы жили. Я родила, принесла туда ребенка. Все было хорошо. Мама вам не помогала? Нет. Вот. Один раз я ее увидела, мать встретила. Она говорит, что родила? Я говорю, да. Можно мне увидеть внучку? Я говорю, приезжай. Она приехала, привезла ползунки. И как бы, ну, она выпивала все. Произошел скандал со жителем моей подруги. И пока я отдыхала после работы, она взяла ребенка и выкрала. Увезла в неизвестном направлении. Я ее искала. Нашла где-то ее через дня, через четыре, через пять, не помню точно. Нашла, говорю, где ребенок. Она говорит, я тебе не скажу. Я его на помойку выкинула. Я говорю, я там тайком денег припрятала. Хочешь, я тебе дам. Только расскажи, где. И мы поехали в Александров. Ой, она меня привела в инспекцию по делам несовершеннолетних. Я говорю, отдайте мне ребенка. Как мы вам отдадим? Мы не знаем, кто вы такие. Ваша мама или кто это? Или что? Просто положила нам ее на стол. Сказала, забирайте. Что хотите, то и делайте. И этому ребенку жить негде. Мы составили акт о подкинутом ребенке. Сколько было девочки? Месяц. Месяц. Да. Вот. Ну, я сказала, что такая ситуация, что есть дом, есть жилье. А вот когда привезете регистрацию, привезете акт обследования жилищных условий, справку с места работы, ну и все вот это остальное, чтобы подтвердить, что действительно у вас есть условия. У меня на этот момент ничего не было. Паспорт был чистый. Мачеха мне прописку не давала. Я попросила отца. Говорю, папа, пожалуйста. Говорю, сделай так, уговори мачеху, чтобы забрать Олю. Мы вместе с ним туда поехали, в дом ребенка. Он качал коляску и говорил, что, Оленька, мы обязательно тебя отсюда заберем. Меня заставили написать. Говорю, пиши на полгода, пускай она пока здесь побудет, пока ты устроишься. У меня не получалось никак устроиться нигде. Прошло еще полгода. Еще написала заявление. Потом я в очередной раз звоню мачехе в Москве. Говорю, ну, тетя Валя, ну, пожалуйста, я хочу ее забрать. Я говорю, я вам не буду мешать. Не буду я уложить. Мне просто сделайте все регистрацию, чтобы я забрала ее. Можешь забыть об этом ребенке навсегда. И больше мне не звони. Вот. Ну, в итоге я просто опустила руки. Я не знала, что делать. Продолжала жить в Москве по съемным квартирам. Ну, вот мыкалась-мыкалась. В 2006 году звоню отцу. Он говорит, тетя Валя умирает от рака. Она умерла. Осталось жить один месяц. Потом я опять звоню. Он говорит, все, вот она умерла. И в этот день я познакомилась со своим мужем в будущем. Ну, стали жить. Я забеременела. Приехала к отцу. Говорю, пап, я вот забеременела. Он говорит, мне нужна прописка, у меня паспорта нет, ничего. Все прописал, все сделал. И он сказал, живи здесь. На тот момент он уже нашел другую женщину. И жил с ней в ее квартире. И я стала жить в этой квартире. Приехала, вещи привезла. Начала убираться, открываю шкаф. Нахожу письмо, в котором указано, что меня лишили материнских прав. Это вот тогда, когда мачехе звонила. Она сказала, можешь об этом ребенке забыть навсегда. Видимо, вот это письмо она тогда получила. Но ничего мне не сказала. Получается, вы свою девочку так и не видели больше, да? Я к ней ездила в дом ребенка несколько раз. До меня есть фотографии. Я ездила и привозила ей игрушки, привозила детское питание. А когда связь прервалась? Когда ей было 8 месяцев. Почему последний раз в это время? Мне было тяжело туда ездить. Я не могла, потому что у меня безысходная ситуация. Я не могу ее забрать и все. Я держу ее на руках, а мне хочется убежать куда-то с ней. Все время лежала мыслями, думаю, сейчас такси туда подгоню, выбегу с этим ребенком и уеду куда глаза летят. А после лишения невозможно было уже никак восстановиться? Ну, я позвонила туда, говорю, так и так. Я побоялась собою представиться. Сказала, что я тетя. Можно типа мне ее удочерить? Они сказали, все. Ее уже удочерили. Ее удочерили? Да. Вы прислали нам несколько фотографий. Давайте посмотрим. Это моя мама. Когда ей было 35 лет, когда папа ушел от нас. Она тоже без вести пропала. Это та самая фотография, когда вы рассказывали, что ей подруге прическу сделали. Вот это, да? Да. А сколько ей сейчас должно быть лет? Она с 54-го года. Ну, она скиталась по трем вокзалам. Просто когда я ее последний раз видела, это было перед 8 марта 2006 года, она сидела на остановке, ночь была на улице. И я ей дала чуть-чуть денег, не помню сколько, сказала, извини, у меня у самой жилья нет, я не могу тебя никуда забрать. И больше я ее после этого не видела. Ну, я искала, спрашивала. Никто не знает, где она. Вы простили маму? Да. Я... Не знаю, иногда задумываюсь, может, она и лучше сделала. Мне же негде на самом деле было жить, чтобы я таскалась везде бы с ней. Это где вы? Это вот когда я приезжала к ней в дом ребенка. Угу. Этот костюмчик и этот чепчик, пинетки, это бабушка передала ей. Ну, моя мама. Сколько ей здесь? Здесь шесть месяцев. Угу. Все это время я никогда о ней не забываю. Оленька. Каждый день рождения достаю ее фотографии, плачу. Ждала совершеннолетия. Сколько сейчас должно быть лет Олечке? Двадцать. Уважаемые телезрители, посмотрите еще раз на эти фотографии. Эту девочку на руках у мамы при рождении звали Ольга Владимировна Губайдулина. Она родилась 31 мая 2002 года. После удочерения данные могли измениться. А женщину справа зовут Наталья Юрьевна Губайдулина. Она родилась 5 апреля 1954 года. Последний раз ее видели в 2006 году на Ярославском вокзале. Если вам что-нибудь известно об этих людях, свяжитесь, пожалуйста, с нашими редакторами. Наши контакты вы видите на экране. АПЛОДИСМЕНТЫ Наша программа существует, пока ее смотрят и пока в нее верят. И каждый ваш отклик на сайте Жди меня, это не только показатель доверия, но и шанс увидеть новую долгожданную встречу. Внимание на экран. Это заместитель министра сельского хозяйства Республики Алтай Эльвира Гуляева и ее дочь Анастасия. Они обратились в нашу программу с просьбой о помощи в поиске своего спасителя. Эльвира родилась и выросла на Сахалине. Вот видите, это наш поселок, поселок Нефтегорск. А это наши корабли. 17 пятиэтажных многоквартирных домов. Говорили, что наши дома похожи на белые лайнеры. Вот мой дом крайний, дом номер 7, в котором я проживала до трагедии. Детский садик номер 42. Отец снимал их, всех этих детей. Большинство из этих детей погибших, кстати. Эти кадры были сделаны отцом Эльвиры за две недели до одной из самых страшных катастроф прошлого века. Вот я с синей коляской. 28 мая 1995 года. Я пришла домой. Я очень любила читать перед сном. Села в ванну, с собой взяла томик детектива советского. В большой комнате спит мой ребенок годовалый. В дальней комнате находятся мои родители. Начала читать. Ну вот не шло чтение. Вышла из ванной и закрываю газовую колонку. Я услышала, как встал мой отец в дальней комнате. Я развернулась. Последнее, что я увидела, на меня от стены отодвигается холодильник и летит на меня. Все. Это был первый толчок катастрофического землетрясения, сила которого в эпицентре превысила 7 баллов. За 17 секунд поселок Нефтегорск был фактически стерт с лица земли. Более двух тысяч жителей погибли под завалами. Моя одноклассница находилась на улице. Когда еще горело наружное освещение, она увидела, как начали складываться дома. Дома подпрыгивали и осыпались. И дальше удары, удары. И я начала кричать. Вдалеке где-то ответил отец. И я крикнула, что случилось? Он мне кричит, землетрясение. Потом заплакала Настя. И вот тут, в принципе, для меня начался самый кошмар. Потому что сложилось пять этажей. Мы жили на первом этаже. Сложилось все. Ты не понимаешь, куда двигаться. Я лезу в одну сторону бетон. Я лезу в другую, натыкаюсь на арматуру, которая торчит со всех сторон. Я протыкала ноги, я обдиралась. Настя продолжала кричать и кричать. И я поняла, что где-то я рядом нахожусь уже с ней. Где-то рядом, оказывается, на Настину кровать упала плита. Как Настя осталась жива, в принципе, вот, ну... Не могу понять до сих пор. Наверное, выбросила как-то. Потому что все, что находилось в кровати, подушка, простынь, одеяло, все уж утянуло под плиту. Все находилось под плитой. И вот я смогла до этой детской кровати доползти. Видимо, силы было в руках огромное количество, потому что я смогла разломать эти прутья детской кровати и ребенка схватить на руки. Вы знаете, это еще огромное счастье, что я вот смогла добраться до своего ребенка. Потому что ночью была минусовая температура. У нас много доставали маленьких ребятишек, у которых не было внешних повреждений. Но они от переохлаждения умирали. Потом я поняла, что мы находимся где-то в районе нашего коридора. И там я смогла схватить отцовскую куртку. В принципе, в этой куртке потом мой ребенок целые сутки там и находился. Плиты сложились вот таким образом. И вот в эти плиты я смогла туда вот так немного... Ну, чтобы что-то было хотя бы, какая-то защита, чтобы спиной чувствовать. Родители находились в следующей комнате, но та плита, которая упала между нашими комнатами, заблокировала, и мы не могли друг к другу никаким образом двинуться. Потом прилетел первый вертолет. С вахты летели нефтяники. И увидели, что поселка нет. Полыхают 4 дома 80-квартирных. Люди некоторые близко находятся к поверхности. Вот, их слышат, видят, руку протягивают. И не могут спасти бетон вокруг. Нет техники, нет спасателей, нет ничего. Люди прощаются и погибают. И мы вот в таком состоянии находились. И вот первый, кого мы услышали, как раз был этот парень-солдат. У моего отца рядом было отверстие, где-то там над головой, но отверстие было небольшое. В это отверстие мог пройти только ребенок. И он опустил голову в эту дырку и говорит, здравствуйте. Там трясло бесконечно. Почему? Вот, наверное, этот парень-то один и залез, не залазил никто в этот лаз. Потому что этот лаз мог сложиться в любую минуту. В любую. Это между двумя плитами. Вот представляете, такое нагромождение. Наши пятиэтажки превратились просто в грядки. И вот где-то между этими плитами образовался лаз небольшой, в который вот он как раз по звуку, наверное, как мы кричали, смог пролезть в этот лаз. Солдат вот нам принес полбутылки воды пластиковой, принес этот фонарь и отдал, и принес эту ножовку по металлу. Когда он посветил, я поднимала голову, и вот ужас накатил. Вот здесь вот какой-то был мгновенный ужас. У меня над головой висели огромные бетонные камни на арматуре. И когда трясло, они вот так раскачивались, отец начал этой ножовкой пилить. Ну, представляете, 25-я арматура. Долго пилил, сколько времени, я не знаю, но отец смог пропилить отверстие небольшое вначале для Насти. Потом, значит, он сумел пропилить отверстие больше, разогнуть эту арматуру там каким-то образом. Я смогла перебраться тоже к родителям. И вот мы уже у родителей потом находились до того времени, пока не забрали Настю. То есть этого солдата сзади за ноги кто-то вытаскивает. То есть такой лаз, что, понятно, он двигаться сам не может. А он на этой куртке волокет Настю. И мне стало до того страшно. Вот, думаю, здесь же она была со мной. И здесь мы могли еще сколько просидеть? Сутки, двое, трое. Да, мы понимали, что уже спасатели есть, что все равно нас спасут когда-то. А вдруг в этот секунду толчок лаз складывается, ребенка нет. И вот этот кошмар, он как бы очень часто меня преследует. Но все закончилось. Солдат вытащил. Я почему называю его солдат? Потому что на то время, 20-ти лет я не знала именно так, его между собой мы все и называли всегда солдат. Солдат забрал ребенка. Ну и мы остались ждать. И доставали нас, вот первая ночь прошла, вторая доставали нас утром. Это я. Жители поселка сами доставали своих родственников. Сами их хоронили. Это мой отец. Это мама. Это маленькая Настя в Красной. Мама множество раз мне рассказывала о молодом парне. У него была цель спасти. Спасти меня. Если ты меня видишь, я очень хочу с тобой встретиться. И поблагодарить. За то, что я жива. Предположительно, его зовут Навокщенов Сергей. Я не видела этого человека, не видела его лица. Но я помню его голос. Мальчишеча, задорный голос. Который нас не бросил. И который спас мою дочь. Уважаемый Сергей, если вы меня видите, я очень бы хотела с вами встретиться. Я хотела бы пожать вам руку. Хотела бы от вас услышать, как это все происходило. Как вы это все запомнили. Ну, просто вас поблагодарить по-человечески. АПЛОДИСМЕНТЫ Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите, несмотря ни на что. АПЛОДИСМЕНТЫ